Всем привет! Сегодня видеоролик про то, как зрительно приподнять потолок. Три совета от профессионала. Поехали! Итак, три совета. Совет номер один. Используйте линии. Для этого возьмем белый лист бумаги, карандаш и нарисуем линию. Это горизонтальная линия. Наш взгляд ее цепляет и скользит по ней. А, соответственно, зрительно начинает вытягивать квадратный лист бумаги и превращать его в прямоугольник, вытянутый по горизонтали. А теперь попробуем с вами сделать то же самое, но с вертикальной линии. Рисуем линию вертикально и тот же самый квадратный белый лист бумаги у нас превращается в вытянутый прямоугольник по вертикали. Почему так происходит? Так происходит, потому что наш глаз цепляет линию на этом белом листе и начинает ее разглядывать, как бы скользя по ней. Если это вертикальная линия, то, соответственно, прямоугольник вытягивается вверх. Я думаю, что суть эксперимента вы уловили. И сейчас на примере конкретного интерьера я покажу вам, как это работает. Что конкретно вы можете использовать у себя прямо сейчас, ну или после ремонта, например, ваш потолок может зрительно приподняться. Я взял конкретный интерьер, над которым мы работали, и здесь очень низкие потолки, всего лишь 2,5 метра, но таковыми они не выглядят, потому что здесь использованы те самые приемы, о которых я сегодня говорю. Итак, линия. Посмотрите на стеллажи. В принципе, мы могли бы поставить обыкновенные икеевские стеллажи или любые другие, но мы использовали правило линии. Посмотрите, здесь какие мощные вертикальные доминанты, то есть стойки у этого стеллажа. И сейчас наш взгляд как бы скользит по ним, тем самым увеличивая вертикаль и приподнимая визуально потолок. То же самое мы проделали с кухонной мебелью. Обратите внимание на этот висящий шкаф. Во-первых, он вертикальный. Видите, вытянутый прямоугольник. Во-вторых, дверки у него узкие и вот эта центральная часть тоже узкая и вытянутая. Это все линии, которые вертикально расположены. Все линии у любой мебели расположены вертикально. И если здесь приглядеться, то мы увидим фрезеровку фасадов. Это такие маленькие риски, которые идут по каждой дверке. Это когда мы близко подходим и даже можем потрогать руками, да и глазами собственно видно, что там вот такие риски на мебельных фасадах. Это тоже линии, которые увеличивают зрительно вертикальную линию, а значит приподнимают визуально потолок. Вот здесь на этой фотографии очень хорошо видно, как эта фрезеровка работает просто как самостоятельная линия. И даже бытовая техника здесь вытянута по вертикали. Обратите внимание, она узкая и вытянутая. Обратите внимание на боковины шкафов. Они вытянутые и выделены цветом. Специально белым контрастным цветом, чтобы мы увидели эту вертикальную линию. Все это зрительно приподнимает потолок. Когда мы заходим в квартиру, мы попадаем в прихожую и видим шкаф для одежды. Обратите внимание на дверцы у этого шкафа. Они узкие и вытянутые. Это те же самые линии, которые решают одну задачу. Приподнимают потолок, вытягивают пространство. Даже здесь в зеркальном шкафу этот прием используется. Если вы посмотрите на ручки этого шкафа, они тоже узкие и вытянутые. Но я думаю, суть вы уже поняли. Везде, где только возможно, мы использовали вытянутую линию по вертикали. Это существенно увеличивает потолок, ну хотя бы зрительно. Это оформление ванны и вы увидите тоже те же самые вертикальные стремящиеся ввысь линии, которые зрительно поднимают потолок, вытягивают пространство. Здесь это решено цветом в первую очередь, но и фактурой тоже. И даже развеска картин вертикальная. Обратите внимание, три картины висят не в рядок, как это обычно принято, а висят вертикально. Так называемая вертикальная развеска. Это сделано с той же целью, чтобы получить те самые вертикальные линии, которые поднимают зрительно потолок. На этой фотографии посмотрите внимательно на окна и на откосы у этих окон. И вы тоже заметите вертикальные линии, которыми выделены эти самые оконные откосы. Да и все остальное, что здесь видно глазами, все стремится ввысь. Ножки у стола, холодильник тот же самый тоже работает ради этой цели. И даже труба для батареи, она тоже вытянутая и стремится ввысь. Короче говоря, правило номер один. Используйте линии, это мощнейший инструмент, когда вы хотите зрительно приподнять потолок и пытаетесь найти всяческие решения, которые вам помогут в этом вопросе. Прием номер два. Нужно стереть границы. Сейчас на примере вы поймете, о чем идет речь. Возьмем тот же самый белый лист бумаги и попробуем на нем нарисовать линию. И как только мы это сделали, у нас появилась граница. Линия, к которой глаз как бы прилипает. А теперь представьте, что это пол, а это стена. А синяя линия это граница между полом и стеной. Вот так обычно мы с вами делаем плинтуса. Причем кто-то стремится сделать его другим цветом, выделить его каким-то образом. Но ведь получается, что таким образом мы приклеиваем глаз, заставляем наше зрение смотреть именно в эту точку, потому что это граница. То же самое происходит с потолком. Если это у нас потолочный карниз, то мы начинаем его разглядывать. Если у нас потолок белый, а стена насыщенного цвета, то здесь непроизвольно получается граница. Так вот, чтобы зрительно увеличить потолок, нам нужно стереть границу между стеной и потолком. Понимаете, чтобы ее не было. Чтобы перед нами оказался белый чистый лист бумаги. А теперь к примерам, как это работает. Если вы посмотрите на эту фотографию и попробуете найти границу между стеной и потолком, то вы увидите едва заметную линию. Практически незаметную. Почему? Потому что белый потолок, белая стена и между ними граница практически стирается. Это тот же самый прием, что и с белым листом. Мы не привлекаем внимания к этой границе. К той границе, по которой мы можем оценить высоту стены, то есть высоту потолка. А раз у нас этой границы нет, раз мы ее стерли, значит наш взгляд продолжает беспрепятственно скользить куда-то там наверх. Ни во что не упирается, ни обо что не цепляется. А это значит, создается эффект того, что потолок высокий, нет границ. Поняли смысл? А на этой фотографии очень хорошо видно, что в нашем интерьере нет границы между стеной и полом. Вы понимаете, наш взгляд не может определить, где заканчивается стена, где начинается пол. Соответственно, у нас нет границы снизу, нет границы сверху. И взгляд постоянно скользит сверху, вниз и обратно. И не может определить, а какой же высоты помещение. Потому что не за что зацепиться глазу. Границы размываются, исчезают. И соответственно, наш интерьер начинает вырастать по высоте. А еще и линии работают, помните, которые постоянно стремятся вытянуть этот интерьер ввысь. Как бы в высоту потолок вытягивает, поднимая его еще выше. Это был прием номер два. Ну и третий прием. Нужно сделать так, чтобы наши глаза потолок не замечали. А для этого нужно сделать что? Но, правильно, нужно убрать люстру к чертовой матери, чтобы глаза за нее не цеплялись. Поняли? Да, не все могут в себе побороть это желание. А как же я буду жить без себе, это скажете вы. Но мы сейчас не про это, а про то, чтобы убрать какую-то доминанту наверху, чтобы глаза ее не цепляли и не замечали на потолке. Обратите внимание на эту фотографию, вы видите, что здесь нету люстры. А соответственно нам не на что смотреть. Поэтому глаза не поднимаются наверх и не могут оценить, где там потолок и где заканчивается его высота вообще на самом деле. Потому что непонятно, где это все происходит. Почему? Потому что нет люстры. Нет вот этой штуки, которая висит сверху и определяет вот эту границу. Все, это вверх, дальше уже вот некуда, вот эта люстра. Уберите люстру и вы увидите, как ваши глаза перестанут цепляться за этот потолок и перестанут его замечать. Вот такой вот третий лайфхак. Не совсем очевидный и неоднозначный, но тем не менее этот прием работает. Ну а на этом все, друзья, мои советы закончились. Это не значит, что есть всего-навсего три приема, потому как нужно визуально увеличить потолок, их гораздо больше. А вы пишите в комментариях, что у вас из этого применено в интерьере, что вы знали, что не знали. Задавайте вопросы. Ну а я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да пребудет с вами муза.